здравствуйте дорогие мои друзья ну знаете столько событий в мире происходит поэтому уж простите меня много слишком видео потому что возможно возможно скоро не удастся нам с вами разговаривать ну напоследок побазарим по балагурим и поэтому что же хочется сказать знаете такой стишок вернее считалочка в детстве была какая-то ну когда играешь какие-то игры опа опа америка европа индия китай из круга вылетай до считалочка и там что-то играли играли детишки вот это опа опа друзья мои вот как-то мне вот эта считалочка вдруг закрутилась в голове я думаю опа опа закрутили попой и совет федерации и правительство российской федерации и тетя валя полстакана и дядюшка мишустин так сказать нас наш отечественной аль капоне закрутили действительно они своими совершенно не тощими задами ок закрутили завиляли друзья мои и начал меня разбирать смех вы скажете да что ж такое то не может быть на них не похоже это такие монолиты это столпы путинской власти они будут да их вообще там бульдозером не снижаются их никакими санкциями их не проймешь их дустом тройки не вытравишь это корешки такие посмотрите на их морды прямо монолит их ты мне не то что детей пугать и вы и взрослых пугать надо а детям то представляете доброго мишустина увидите его во сне да там как говорится младенец посидеет от тети вали стакан то даже взрослый мужчина может потерять всякий так сказать всякий свой мужской потенциал растерять мгновенно но друзья мои ладно что-то большое предисловие правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса тут до этого только гаечки то закручивали закручивали бизнес уже уже там вообще просто ну кто выжил большинство не выжило просто не выжило а теперь вдруг мы его поддержим мы мы его подберем с пола ему уже поздно сердце не работает мы его так сказать обрядим но это намажем чтобы не было видно синяков от воздействий правительство значит мишустин наш ведет мораторий на плановые проверки до конца года не будут проверять это же вы штук наносите удар по свои штрафы добывающей промышленности а эта армия проверял вы куда ее все наверное давайте их собираете делаете дикую дивизию и посылайте ее куда там ну на украину не надо посылать не надо посылать там достаточно в польшу давайте две или сразу это на подводные лодки и в америку зашли ты их туда в этот на уолл стрит пусть они там проверяют ворвутся эти дядьки и тетки с папками в этот как его целая дикая путинская дивизия дивизия проверял и как начнет проверять байдена там его белом доме и там там все же обвалится вот это да вот это будет удар друзья мои если наши проверяла доберутся они там всю американскую экономику раздербанят ну я друзья мои думаю за пару лет они управятся а потом с наградами вернуться и лысый предводитель команд чей наградит их всех за то что вот так вот не какое-нибудь там супер оружие сверх этих скоростные ракеты кинжалы и там еще какие-то а всего лишь банда проверял которых очень много ну а российский бизнес отдохнет в командировочку всех в командировочку и прокурорских работников с золотыми погонами и каких-нибудь следователей ска и всех туда и налоговых вот все вот эту банду друзья мои я просто добре одобрямс но и мишустина бы тоже туда отправить во голове дать ему маршальские погоны и армия проверял пошла в америку значит ну это я тут отвлекаюсь друзья мои правительство ведет мораторий на плановой проверке и по и малого бизнеса до конца года сотрудники айти компании смогут оформить льготную ипотеку да сейчас она какая у нас там уже за 25 процентов они льготную за 21 процент и будут платить всю жизнь смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку призыва даже вот даже в армию не возьмут этих наконец-то решили собирать умников потому что все 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 умники сбежали до остались только дураки которые умеют только проверять я смотрю на эту морду мишустинскую думаю ну ты прямо его хочется на это потрепать по щечке сказать молодец молодец генерал вперед вперед со своими проверялами да вот и дополнительно выдели 6 и 2 миллиардов рублей но это они себе заберут да этим этим просто льготы проверять не будем ну а 6 и 2 миллиардов мы просто за себе за это распилим значит и правительство еще на полгода продлит программу компенсации мпцп до расходов по использованию российских систем и больших платежей налогов и преференции распространят на разработчиков мобильных приложений организации занимающей реализации установкой тестированием отечественных решений все эти компании на три года освободят от оплаты налога на прибыль и всех проверок делайте что хотите им предоставить льготные кредиты на выданных условиях поставки не выше трех процентов значит правительство также расширить программу предоставления грантов на создание отечественных решений вот как видите друзья мои вот наконец-то вспомнили сначала всех выдавили до своим и всех мозги всем промыли своими вот этими как не не qr-кодами то а блин как его ну это экзамен школе иди оди уже забыл ну как вы поняли вот этот тест то есть все это не проделали ладно это это у нас мишустин а что же у нас совет федерации быстрее теряя свои красные трусы да да по дороге не полстакана целый стакан валентина матвиенко решила в совете федерации предложили бесплатно раздавать квартиры зерсия нам друзья мои чудо свертелось чудо такого не было никогда просто бесплатно раздавать матвиенко предложила бесплатно раздавать квартиры многодетным семьям необходимость сразу же предоставлять квартиры многодетным семьям заявила сама спикер совета федерации валентина матвиенко продолжение было озвучено на правительственном чаще, 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 блин, с министром строительства ЖКК Иреком Файзулиным. Где ж вы таких людей с такими фамилиями, именами берете в правительстве Ирек? Да, друзья мои, вот так вот. Уже теряя тапки, вы понимаете, что там, как говорится, что-то какие-то ветры задули там наверху. Ох, как задули! И, как говорится, и толстячками Шустина у него уже надо кирпичи в карманы класть, а то сдует что-то, знаете. Слишком он легкий стал. Как, помните, говорил отец Сергий, был завешен и объявлен слишком легким. И, видите, Валентина Матвиенко тоже что-то засуетилась бесплатно, как даже об этом говорили многодетным семьям. Как бы уже людей не хватает, всех повывели. Друзья мои, что-то там засуетились. Ну, как мы понимаем, вот эти вот события последние, трагические, безусловно. Понимаем, что обосрались. Обосрались крепенько вот эти все, вся банда этих умников. И сейчас думают, как бы усидеть. Скажут, мы же, мы же за народ, квартиры раздаем многодетным. Мы же льготы. Вот, отечественные ученые, сейчас мы сделаем все с нуля. С нуля мы все эти программы, нам не нужны айфоны, нам не нужны самсунги, у нас собственные будут отечественные телефоны, размером с телефонную будку. И мы, вот тогда мы рванем. Но во главе надо обязательно оставить Мишусту, Матвиенко и всех остальных, потому что они всегда были за нас, они всегда за народ родили. Просто им не давали. Не давали. Это, помните, как почтальон Пичкин говорил, это я почему злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну. Ну вот, а теперь наши друзья добрее. Друзья мои, мы находимся еще только в самом начале этого великолепного спектакля перебывания и переодевания трусов и всего остального белья на ходу. Поэтому, друзья мои, наслаждаемся вот этой картиной. Несмотря на трагизм этой ситуации, представляете, как боги смеются. У них телек-то нету, в отличие от нас. Поэтому, они только на нас смотрят и смеются. Ну а мы чем? Почему не можем тоже смеяться? Все, пока.